Мне отставку? Да! Отставку! Ты затеял рискованную игру. А вы, небеска, еще раз, повлияете на вашего мужа, иначе это коснется его и вашей семье. Семья моя касается меня от его возраста. И его семьи! Источник, водолечебница, это единственный источник благосостояния. Я говорю, источник этот отравлен, он скитается ложью и обманом. Я хочу вскрыть недостатки города, которые рано или поздно сами вырезут наружу. Я-то люблю свой город, я люблю, а вот ты мне так! Ты! Ты изрыгаешь подобные инсинуации в лицо своему городу. А если хочешь знать, люди, которые поступают так, являются врагами общества. Семья моя! Я не потерплю подобных инсинуаций! Я тебя предупредил! Подумай о себе и о своей семье! А теперь прощай! Я тебе что-то скажу, а? Сносить такое поведение у себя дома! Да, это все ужасно, Томас. Назвать меня врагом общества. И, честное слово, я это так не оставлю. Я это так не оставлю! Но, послушай, брат твой все-таки сила... Сила, да, на моей стороне правда! Да, правда, правда. Но что толку быть правым, если у тебя нет силы? Как же ты хочешь? Свободы мыслящая пресса, а сплоченная большинство... Это все-таки, я думаю, сила, а ты иногда ты считаешь, а? Ну, не думаешь ли ты тягаться с братом? А что бы ты хотел? Если они... Если они не захотят, ничего не будет. Что ты хочешь? Не дай сроку, дай сроку, вот ты видишь, я добьюсь своего... Добьешься, пожалуй, отставкой. А хоть бы и отставкой. Хоть бы и отставкой, а то я выполню свой долг перед обществом. Перед обществом? Перед обществом! А перед своей семьей, перед нами, перед детьми. По-твоему, этим ты выполнишь долг перед тем, о ком должен заботиться. Ну, подумай о детях дома, спрошу тебя. То есть весь мир перевернется. Я не хочу склонить шею под ермо. А чего же ты хочешь? Я хочу свободно и смело иметь право смотреть с моим детям, когда они вырастут свободными людьми. Еще потягаемся, господа! Еще потягаемся! Назвать меня врагом народа, общества, да! Свободными людьми. Свободными людьми. А в это время в редакции Народного Вестника продолжала формироваться предвыборная оппозиция местной власти. Эх, ловко, доктор Бреев. Право я вижу приближение революции. Господин Хрофт, обречательный. Кончилось-таки этим? Конечно, кончилось. Эти господа сами захотели. Вот теперь закипнет война в городе. У меня уже готовы еще несколько статей в городе. Где у вас Аслаксон? Аслаксон, пойдите-ка сюда на минуточку. Еще 4-5 статей говорите. О том же все? Да нет, ну исходом конечно является водопровод их лавка. Ну нет, куда, мой друг, все дальше. Это как будто начинаешь сносить здание. То, что, одно тянет за собой другое. Господин Аслаксон, добрый год. Ломать не собирается же, Дорфы? Ломайтесь, сносить торшебный лечебницу. Успокойтесь, успокойтесь, все хорошо. Скажите, как вам? Вы прочитали, как вам? По-моему, изложено мастерство. Вы считаете, значит, можно печатать. Господин Аслаксон, я хочу вас лично попросить, чтобы вы просмотрели руку письма. Чтобы ни единого знака. Здесь каждое слово, каждая буква важна. Займусь, займусь, не переживайте. Благодарю вас, благодарю. А я еще забегу. Я сейчас навещу пациента, еще забегу. Господа, вы бы только знали, как меня сейчас называли. Требовали от меня, чтобы я проверил самого себя. Чтобы я приступил к собственные принципы. Ну, у них бывает такой ступень. Да нет! Не на того, с кого напали, нет. Я вот тут вот брошу якорь в народные вестники и буду осыпать их гранатами-статьями. Вот увидят они. Ради бога, доктор, осыпайте, но в меру. К черту, умеренность. Здесь дело дальше, нежели водопровод. Надо очистить, дезинфицировать всю нашу общественную жизнь, понимаете ли? Да, но только если мы будем соблюдать умеренность, это можно будет делать и безопасно. К черту, к черту, умеренность. Я действую во имя своей правды и совмести. Вы заслужите всеческой поддержки, господин доктор. Доктор, вы подлинный друг общества, друг города, друг народа. Как вы сказали, а вот, вот знаете, это мне приятно. Меня мой брат называл, знаете ли, чуть по-другому, но воздам же я ему, воздам же. Ну, господин Аслав, запечатайте и смотрите. Не упустите ни одного восклицательного знака. Лучше прибавьте парочку. Я еще забегу на коржи, сказал. Хорошо, хорошо. Он может оказать нам неоценимые услуги. Ежели только дело ограничится под лечебницей, если он пойдет дальше, то я не посоветую вам следовать за ним. Вы трусите? Да, я трусу, когда речь идет о местной власти. Я трусу нею, опыт, но... Но пустите-ка меня хотя бы в большую политику. Да хотя бы в предстоящее правительство. Посмотрим, трусу ли я. Да. Да, так. А тем временем, глава города Петер Стокман решил нанести визит в редакцию. Прямо в эпицентр зарождающейся революции. Господин Холстов, вижу, не ожидали меня здесь увидеть? Собственно говоря, нет. А вы здесь прямило устроились. Мне здесь нравится. Я вот так вот врываюсь к вам и отнимаю у вас драгоценное время. Сделать одолжение, господин Фолк. Разрешите, я вас освобожу. Присядьте, пожалуйста. Спасибо. Благодарю. Вы знаете, господин редактор, сегодня со мной произошла крайне неприятная история. Да, но понятно, в управлении есть столько дел. Данная история касается штатного курортного врача. Да, самого доктора. Именно. Он сочинил нечто вроде доклада на тему недостатков водолечебницы. В самом деле? Да, вы разве ничего не слышали об этом? Ну, что такое упомянул? Нет. Холст, будьте любезны... Добрый день. Будьте любезны руку пить доктора. Возьмите. Благодарю. А вот, кстати, и она. Собственно, я о ней вам только что толковал. Да, это, кстати, я доктор. О ней? Как вы ее находите, господин Хобстов? Ну, я даже не знаю. Я прибежал так, меликов. Однако печатаете. Ну, я не мог отказать, раз человек выступает под собственной подписью. А я вообще в газете не имею голоса. Ну, это само собой. Я печатаю, что мне дают. Ну, вполне в порядке вещей. Ну, так я... Минуточку, господин Аслаксов. Я слышал, что вы человек здравомыслящий и умеренный. Я весьма рад, что господин председатель правления курорта такого мнения обо мне. И в то же время я знаю, что вы имеете большое значение в широких кругах. Ну, больше среди мелких обывателей. И раз вы имеете это влияние и значение, то вы наверняка знаете, о чем толкуют эти широкие массы. Я не понимаю. Речь идет о водолечебнице. Именно. Мне очень приятно осознавать, что большинство горожан готовы нести серьезные финансовые жертвы. Готовны снести жертвы? Так, то есть... Дело в том, чтобы предварительным подсчетом на исправление недоставков, о которых так красочно излагает господин доктор, городу в лице налогоплательщиков и горожан придется внести два миллиарда долларов. Два миллиарда долларов? Два. Так это, простите, это все будет из грязких сумм, из тощих карманов мелких налогоплательщиков? Откуда же еще взять эти деньги, господин Аслаксов? Ну, ведь это же, разве это не дело, господ хозяев водолечебницы? Отнюдь. Но не это самое плохое, господин Аслаксов. А дело в том, что работы по устранению данных инсинуаций, о которых так излагает красочный доктор, займут два года. Я боюсь спросить, вот это, чем лицо закроют? А что вы предлагаете нам делать? Как закрыть ее совсем? Я извиняюсь, чем же тогда жить эти два года нам, простым домохозяевам? К сожалению, господин Аслаксов, я не нашел ответа на данный вопрос. Хастер, а вы меня еще травили в это дело и поддерживаете господина доктора, да? Я, это вы его поддерживаете! Не надо, не надо, вы пришли и ворвались ко мне, воломый водопровод, домохозяева будут богаты, я, может, между прочим, не просил меня в травлю за эти авантюры? Господа, господа, я подготовил небольшую заметку относительно данной ситуации. Это я у вас с собой, господин Аслаксов? Да-да, я взял ее с собой, но этот случай... Разрази меня гром, он пришел! Кто, мой брат? Доктор! Это бы очень не хотелось мне здесь с ним пересекаться. Через секунду, да, спрячьтесь! Он будет здесь. Я вас прошу, побыстрее этого избавиться, у меня есть нечем с вами поговорить. Аслаксов, займитесь же чем-нибудь! Что, сами вы же делаете что-нибудь на творение делов! Я слышал... Я слышал, еще нет корректуры, да? Нет, скоро или это дело, доктор? Еще долго, да, Аслаксов? Как долго, господа, все благодетствие города, это, знаете ли, мне так не терпится проглядеть корректуру. Как скоро уже можно рассчитывать? Извините, доктор, я не смогу утаить от вас, что... Хорошо, если надо, я зайду еще раз и еще раз в все благодетствие города, господа. Да, нельзя ли в другой раз? Я зайду, конечно, конечно зайду. Но, одну вещь я хочу вам сказать, знаете ли, завтра выйдет статья моя... Доктор, я прошу прощения... Да-да, я буду минуточку, минуточку только. Выйдет моя статья, и все жители города, они такие милые люди, они меня так любят... Доктор, мне нельзя, да, скрыть, я не могу сказать... Подожди, а, я так и знал, что-нибудь да затевается, вот, ага, да, затевается ведь? Нет, нет... Ну, что-нибудь там, да, так я и думаю. Что-нибудь, какой торжественный обед или подписка на подарок... Вы мне обещайте, что ничего такого не будет, господин Аслаксон. Нет, нет... Ничего и слышать такого не желают. Если... Ох, как хорошо. Один хостец. Воспорт, если бы там нарушился... Ничего, сегодня под вами, завтра под административной власти. Воспорт, это за... Чините. Чините. Чините, как меня считают. А чего пришла? Как и есть. Ты зачем пришла, смотри? А теперь в присед. Не беспокойтесь, и уж не будьте в претензии, что я пришла сюда замужем. У нас ведь двое детей, да будет вам известно. Это всем нам известно, что у нас двое детей. Право не видно, чтобы ты помнила о жене и детях сейчас. Ты тащишь нас всех в пропасть. Это что ж, получается, что если у человека есть жена и двое детей, значит, он не выможет говорить правду. Катрина. Все в меру, Томас. Все в меру. Я тоже скажу, умеренность вам. Иди домой. А вам, господин редактор, грешно впутывать моего мужа в такие дела. Я-то уж никого не запутываю. Меня-то, думаешь, легко запутать, Катрин? И еще как. Подумайте только, он лишится места, если вы опубликуете то, что он написал. Нет. Остерегутся. Остерегутся теперь, Катрин. Потому что вот, за мной свободоныслящая пресса. За мной сплоченное большинство, видите. А этот черт возьми, что такое? Это же трость Петера. А вот она, да? Верхушка административной власти. А где же он сам? А, дайте-ка пытаюсь угадать. Значит, он пришел вам заговорить зубы, а как увидел меня, сразу бросил палку и убежал. Да, он удрал с великолепно. Петер не побежит. Куда вы его спрятали? Разумеется, там. Ну, сейчас, Катрин, увидишь. Томас, что происходит? Что ты устроил здесь за бесчинство? Отдай мой дождь. Спокойнее, Петер. Я теперь представляю высшую власть в городе. Понял? Ну-ну. Я теперь начальник всего города. Кем мы сданы? Ты думаешь, мы тебя побоимся? Думаешь, пробуждающийся лев народ побоится каких-то тростей? Завтра же мы поднимем революцию в городе. Ты хотел уволить меня, вот я вот увольняю тебя от всех твоих должностей официальных. Вот, господин Хорсток примется вас громить в газете, а господин Аслаксин стоит во главе союза домохозяй. Прошу прощения, господин доктор, но я этого не сделаю. Я не догонялся. Само собой сделайте. Нет, может быть, вы все-таки, господин Хорсток, примкнете к этому походу? Нет, я не примкнул, я сказал. А что это значит? Ой, ой, ой. Мою трость. Вот и закончилось свое администраторство. Вы представили дело в ложном свете, господин доктор. Что значит в ложном свете? Вы напечатайте мою статью, я сам за нее постою. Господа. Доктор, напечатать ваш доклад, это значит разорить весь город и мелких обывателей, и дочисто. Господа, я подготовил небольшое резюме, которое прошу вас публиковать для успокоения масс. Прошу вас, будет помещено. А домой доклад нет? Не змею, считаясь с общественным мнением. Так же, ведите мне руку пись. Извольте. А отчего они вдруг все против тебя? Нет, тебе страшно, потому что у нас все в городе как один бабы. Ну-ка, позвольте! Все как один бабы, только и думают о своем собственном благополучии, а не о благе общества. Вот почему, Катрин. Так, я им покажу, что и баба может быть мужественной и хоть раз в жизни, и теперь я за тебя, Томас. Молодец, Катрин, молодец. Я найму барабанщика и буду читать свой доклад на всех перекрестках города. Вся страна узнает, что здесь творится. Ни один человек в городе не пойдет за вами, Томас. А я попрошу наших детей пойти с ним. Не сдавайся, Томас. Молодец, Катрин, и ты со мной пойдешь. Нет, нет, я не пойду, но я буду смотреть на вас из окна. Это я сделаю. Молодец. Ну, увидим, господа, потягаемся, посмотрим, как людская низость сможет заткнуть рог патриоту. До свидания, до свидания, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дамы и господа, в прямом эфире ток-шоу Владимира Соловьева «Поединок». Добрый день, господа. Я рад приветствовать вас на ток-шоу «Поединок». Нынче без поединков не обходится ни одна передача. Но, кто знал, какой был первый поединок в истории человечества? Нет. Это не… Нет. Не Давид. И говорит с Голиафом «Нет». Нет. Ни… Адам с Евой. Они между собой не сражались. Вот правильно. Это был поединок на обычной бытовой почве. Каин убил Али. Поединок имеет отношение к нашему сегодняшнему дню, потому что на нашу передачу приглашены два брата. Брат за брата не отвечает. Так считает глава городского управления господин Стокман. Брат отвечает не только за брата, но и за все человечество. Так считает господин доктор Стокман. Итак, на поединок вызывается глава города и председатель правления курорта Петер Стокман. На поединок вызывается курортный врач доктор Стокман. АПЛОДИСМЕНТЫ Господа, я считаю, наш поединок открытый. Пожалуйста. Я думаю, что я выражу общее мнение, если скажу, что каждый из вас из гаража этого города не желает, чтобы города решали единственный источник благосостояния. И я считаю, в связи с этим не дать возможность господину Стокману, Томасу, рассказать о недостатках в далече. Правильно. Совершенно верно. Совершенно верно. Я считаю, что в моей передаче ни слова не должно быть произнесено, а водолечебница. Господа. Тогда я скажу о более важных вещах, имеющих куда более широкое значение, нежели пустячное открытие, что водопровод наш отравлен. Стоп, 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 стоп. Я попрошу ни слова о водопроводе тоже. В моей передаче оно не должно произнесено. Я о другом скажу. Не вода отравлена. Не вода. Отравлена. Отравлены все жизненные, духовные источники нашего общества. Вот что отравлено. Вы пытаетесь заткнуть рот, замолчать истину. Безнравственно поступаете. Вот я вам скажу. Вот. В доме, где не проветривают, а моя жена Катрин говорит, что надо нести каждый день пол, но об этом еще можно поспорить. Так вот. В доме, где не проветривают каждый день, в какие-нибудь два-три года человек теряет способность правильно рассуждать и мыслить. Теряет совесть. Совесть чахнет у этого такого человека. И вот я думаю, что у нас в городе во многих квартирах не хватает этого самого кислорода. Раз и общество может отнимать рот. Вы так можете пить. Вы так можете пить. Вы так можете пить. Мне кажется, что бросать обвинения в адрес всего городского общества это безнравственно. Надо. Надо не только бросать. Надо кричать на каждом перекрестке, чтобы все знали, что у нас тут творится. Все. Я надеюсь, что... На благо же моего любимого города. Вот так я скажу. Я тебе скажу больше, что человек, который бросает подобные мерзкие выражения на лицо своему городу, а также каждому жителю этого города, является врагом общества. Я бы готов, чтобы уничтожить народы. Что это сделал? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Во что превращаем наше шоу? Хулиганы. Это безобразие. Я понимаю, что доктор Стокман зарекомендовал себе с такой статьей, с какой мы не ожидали никто. Но давайте принимать цивилизованные меры. Для этого же есть совершенно другие вещи. Вот я предлагаю проголосовать за то, кто считает, что доктор Стокман, враг народа, бросает красную карточку. А кто считает, что он друг народа, просто бросайтесь, конечно, какие найдутся. Синюю карточку. Давайте, голосуем, возвращаемся. А кому не досталось карточек, кому не досталось карточек, я предлагаю СМС голосование. Кто за то, что доктор Стокман? Раз, два, три. Четыре, два, четыре. Четыре, два, четыре. Кто за то, что друг народа? Четыре, два, четыре, пять. Голосуем. Понимаем ваше СМС голосование. Молодой человек. Дамы и господа. Я сейчас оглашу результаты голосования. Итак, доктор, доктор Томас Стокман единогласно выздал врагов народа. Враг народа! Враг народа! Враг народа! Враг народа! Враг народа! Враг народа! Все с его дону! Все! Враг народа! Враг народа! Враг народа! Враг народа! Все с его дону! Враг народа! Враг народа! Враг народа! Ещё один камень нашёл. Наверное, ещё много найдёшь. Да, я их буду хранить. Покажу потом детям, как вели. Тебе писем. А, ну вот. От домохозяина. И пишет. Отказывает от квартиры. Не может наступить на ногу влиятельным лицам. Идти против общества и так далее. Все у нас трусы в городе. А поэтому... Отставка от должности. Ну ничего, Катрин. Ничего. Я договорился с капитаном Корстером. Мы уедем. Уедем, Катрин, в Америку. В Америку уедем. Ну хорошо, люди обдувают всё это. Но ещё до отъезда... Катрина, не остаться ли нам здесь? Где меня выставили к позорному столбу. Назвали врагом общества. Вон. Кидали камнями, сломали стул. Потом порвали брюки. Порвали мои любимые брюки. Вот воистину говорят. Не надо одевать лучшие брюки, когда идёшь достаивать истинную свободу. Ну ничего, Катрин, уедем. Хотя и на свободном западе не лучше. И там царится эта чертовщина. Там возможности шире. Там могут убить, могут. Но там не будут тебя пытать медленно. Там не берут такие тиски в свободную человеческую душу. Уедем, уедем, Катрин. А дети? Ты бы хотела, чтобы наши дети выросли в этом обществе? Собирайся быстрее, Катрин, уедем. Ах, это вы, капитан. Здравствуйте. А я чувствую, что должен зайти и узнать, как у вас обстоят дела. Вот это мило, вот это мило с вашей стороны. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что заступились за нас вчера, капитан. Не за что. А ведь те господа ведь только на язык бойки. Да, в подтверждение ваших слов взгляните на камни, которыми они швырялись. Ни одного порядочного булыжника. Все только одна щебень, щебень один и все. На этот раз оно все же к лучшему, господин доктор. Трусы все, все в городе трусы. Никто не может без боязни других ничего сделать. Знаете, что меня особенно беспокоит? То, что случись какая-нибудь беда государственной важности, все это сплоченное большинство кинется на утек, как Ставы Баранов. Вот что меня... Ну они не назвали меня врагом общества. Ну ничего, пусть я им не буду. Не фантасивей не бывает им, Томас. Не зарекайся, Катерина. Капитан, когда же мы уплываем? А об этом-то в сущности я и пришел потолковать с вами. Что-нибудь... Что-нибудь случилось с пароходом? Нет, но выходит мне с ними не ехать. Меня уволили. О-о-о, Лили! Вот видят, что у нас. Это же... Незаправда? Нет. Вот не заступились бы вы за нас так открыто вчера, ничего этого не случилось бы. Я ничуть не жалею. Найду службу в какой-нибудь другой иногородней пароходной компании. Черт возьми. Что же нам делать? Да ничего страшного. Если вы действительно хотите уехать, то я действительно придумал другой способ, как это сделать. Только побыстрее, капитан Костер! Здравствуйте! Нельзя поговорить с дом на едине. На едине проходите, конечно. Я в другой раз, да? Нигде, капитан, подождите. Мне надо с вами еще обсудить кое-что. Пройдите в гостиную пока. Пройдите, пожалуйста. Проходите, присаживайтесь у нас. Славно, славно у вас здесь сегодня. Да, вы находите? Даже очень славно. Сыжеток. Да.